Здравствуйте! Сегодня я расскажу, как подготовить хомяка к переезду в другой город или в другую квартиру. Для этого нам понадобится переноска сам хомяк и в переноску обязательно должна быть поилочка. Лучше поменьше, потому что это путешествие будет длиться недолго, а как правило хомяки убивают 10-20 мл за день. Делаем отверстие для переноски, вставляем, закрепляем ее по бокам, специальной проволочкой, которая идет уже вместе с поилкой. Поилку и переноску надо обязательно помыть, чтобы ваш хомяк не подхватил заразу. Смотрим, удобно будет ли пить вашему хомяку. Проверяем, чтобы из носика можно было пить. Дальше. Наполняем поилку свежей чистой водой. Я наливаю в бутылочку, чтобы было удобнее переливать. Я наливаю в бутылочку, потому что хомяки, когда у них стресс, много пьют. Так, проверяем, не течет, а когда, знаешь, не течет. Вставляем. Закрепляем нашу поилку. Переноски у меня пока пусто. Вон. Переноски у меня пока еще пусто. Сейчас я насыплю опива. Насыпаю и равномерно распределиваю. Можно еще насыпать туда салфеток или специальную вату для хомяков. Да, еще нам понадобятся опилки из клетки хомяка, чтобы у хомяка был родной запах. Насыпаем прям совсем чуть-чуть. Так. Можно положить веточки. Их можно купить в зоомагазине или нарезать ветки, яблони или сливы, подсушить в духовке. Обязательно попросить помощи взрослого, чтобы все микробы оттуда, чтобы микробов там не было. Ложим палочку. Вот так вот. Высыпаем в корму. В уголочек. Не надо никакую мисочку, но если у вас есть прям маленькая, маленькая, так, мисочка. Берем вот такую охалку. Насыпаем в уголок к поилке. Комяков там найдет. Можем положить сюда вкусняшку. У меня это сушеные бананы, сушеные ананасы и изюм. Изюм я ей уже давала, так что дам сушеный ананасик. Он выглядит, как маринвад. Пложу туда же, где и форму. Ну вот, мы подготовили переноску для хомяка. Достаем хомячка. Вот, у нас хомяк. Сажаем хомяка в переноску и смотрим, чтобы ему было хорошо. Она у меня роется. Я добавлю, пожалуй, еще пилок. Так вот. Она у меня нашла корма. И вкусняшку. Вот я достала хомяка из переноски. И сейчас положу снова. Надо, чтобы хомяк попривык в переноске. Сейчас он у меня погулял чуть-чуть по ручкам. Сейчас я ее опять сажаю. Дырочки эти нужны, чтобы хомяк дышал. Закрываем. Смотрим, комфортно. Делаем, как будто несет. Поделали так и достаем хомяка, чтобы хомяк попривык. Сажаем хомяка обратно в клетку. Ждем 5-10 минут, чтобы он успокоился. Пока я вам расскажу, что делать, если ваш хомяк грызет путья-клетки. Для этого нам понадобится сам прутик, вот такой вот тоненький или толстый. Привязывать палочки не обязательно. Можно давать ей вот так палочку. Она будет ее забирать и нести в домик. Вот так делала она у нас. Вы видели сейчас, как она у нас грызла палочку. Всем до свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok